ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Миро стал Ториэль Николейшвили. Заслуженный мастер спорта России, черный пояс, судья первой категории. На его счету победы на чемпионате России, Европы и мира. Он с интересом следил за поединками. А они прошли в 33 весовых категориях у детей и в 10 у взрослых. Здесь на финалах нет скучных поединков. Все зрелищные. По словам самих спортсменов, в том, чтобы схватки получились именно такими, немалую роль играют тренеры. В тренировке, конечно, отрабатываются всякие связки боевые. Но во время боя некоторые из них просто забываются. Здесь помогает тренер или секундант. Он подсказывает, куда надо бить, что делать. У меня это спасло в этом бою. А удается услышать тренера? Да, конечно. Надо с ним контакт всегда держать. Кекусинкай – стиль из 1950 года, прошлого века. Причем считают его одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. Стиль создали в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу карате-бесконтакта. Поединки проводятся в полный контакт. Единственное ограничение – запрет ударов в голову руками. Кекусинкай постепенно завоевал популярность во многих странах. Увлекаются им и в России. Пришел, понравилось. Начал хорошо заниматься, старался. И так вот достиг таких целей. Чемпионат Сибири для Омской Федерации Кекусинкай – первый опыт проведения такого масштабного мероприятия. И можно сказать, что наш регион справился на отлично. Спортсмены довольны местом проведения, судейством. Кекусинкай – довольно агрессивный вид спорта. Но участники турнира всегда стараются действовать в рамках правил. И так ведут поединки, чтобы у судей уже не возникало вопросов, в чью пользу отдать победу. У нас тоже есть процедура подачи апелляции, но лично я никогда не рассматривал. Потому что если четыре человека, судьи сидят, пятый, и у всех пятерых мнение совпадает, и тренер приходит и пишет на имя главного суди, что вот так, так и так, нечестно. Но у меня ответ очень простой. Одевайте рубашку, берите свисток, учите судейство, садитесь и судите честно. После двух дней соревнований итоги таковы. На верхнюю ступень кедестала омичи поднялись трижды. Поздравление с первым местом приняла Ольга Иванова. Бронзовым этот турнир стал для Айулы Муратова и Данияра Алимусинова. Мы поздравляем ребят. Редактор субтитров А.Семкин